Всем привет! Добро пожаловать на обзор BMW 730 2012 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 3 миллиона 900 тысяч рублей. И сегодня я нахожусь в республике Татарстан. Автосалон TransTech Service BMW. Этот обзор будет посвящен экстерьеру и интерьеру автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем воззвучание. Вот такие крючки. Давайте приступим. Черный кожаный салон. Чтобы завести двигатель, нажимаете на тормоз и на эту кнопку. Кожаное мультифункциональное рулевое колесо. Упоры для больших пальцев. Рулевая колонка регулируется как по высоте, так и по вылету. Электрорегулировки. Обогрев рулевого колеса. Давайте включим фары. Противотуманные фары. Дальность свет фар. Аварийная сигнализация. Все четыре стекла полностью автоматические. Здесь установлен датчик света и датчик дождя. Небольшой бокс для водителя. Давайте откроем капот. В качестве опции можно заказать электролит. Хромированное обрамление дверных рамок. Спойлер в виде акулевого плавника. 19-дюймовые диски. С шинами Pirelli. Размерный шин 275х40. Дисковые тормоза. Плавные линии кузова. Диодные указатели поворота в хромированном обрамлении. Адаптивные пиксеноновые фары. Садка поворота. Светодиодные ходовые огни в виде колец. Передние датчики парковки. Двигатель дизельный. 3 литра. 6-цилиндровый. 258 шинных сил. 6-цена. 6-цена. Продолжение следует... Диодный задний блок фар. Формированное обрамление крышки багажника. Диодная подсветка номерных знаков. Задние датчики парковки. Раздвоенный выход. В качестве опции можно заказать камеру заднего вида. Диодная подсветка номерных знаков. Так как мы уже хорошо рассмотрели экстерьер автомобиля, давайте перейдем к интерьеру. Автоматические доводчики дверей. Панели дверей обтянуты кожей. Вставки из светлого дерева. Обрамление из сатинированного алюминия. Блокировка стекол. Электростеклоподъемники. Электрорегулируемые зеркала с подогревом. Электроскладываемые. Две позиции памяти для водителя. Ниша для вещей. Обитая тканью. Алюминиевая накладка на порогах. Мультиконтурное сидение. Перфорированная кожа. Спинка сидения. Верхняя часть. Продольно. По высоте. Упор для ног. Боковые валики. И электрорегулировка по четырем направлениям имеет плесничный подпор. Активное рулевое управление. Сервотроник. Интересная особенность. Прибор из технологии черного экрана. Матово-черный экран постепенно загорается при включении зажигания. Круиз-контроль. Управление аудиосистемой на рулевом колесе. Регулировка звука. Переключение между станциями. Различные режимы. Hands-free, Bluetooth и телефон. Классовое управление. Давайте послушаем, как звучит двигатель. Потрясающее звучание дизеля. Мультимедийный экран системы iDrive. Центральный замок. Аудиосистема. Восемь станций. Регулировка звука. Четырехзонный климат-контроль. Полностью автоматический. Температура. Она регулируется в полградуса. Различные зоны. Индивидуальные настройки. Задний и передний обогрев стекол. Рециркуляция. Автоматическая рециркуляция. Температура для пассажира. Прикуриватель и пепельница. Стаканники. Отключение системы динамической стабилизации. Предустановки для подвески. Спортивный режим. Который располагает к динамичной езде. Комфортный. Комфорт плюс. Расслабленная манера езды. Дублируется на этом маленьком дисплее. Конфигурировать режим спорт. Привод и шасси. Привод. Включение датчиков парковки. В качестве опции можно сносить автомобиль камерами кругового обзора. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Чтобы переместить селектор коробки передач в режим драйв, нужно нажать на тормоз, на кнопку разблокировки и потянуть на себя. Спортивный режим. Возможность срочного приключения. Чтобы перевести в нейтраль, нужно толкнуть. Чтобы перевести в режим R, реверс. Датчики парковки. Чтобы в режим P переместить, нужно нажать. Все очень просто. Электронный стояночный тормоз с функцией Auto Hold. Чтобы его активировать, нужно потянуть на себя. И чтобы его разблокировать, нужно нажать на тормоз и нажать на него с функцией Auto Hold. Главный контроллер. Мультимедийная система iDrive. CD, радио. Главное меню. Телефон. Навигация. Опции. Кнопка назад. Можно прокручивать. Вперед, назад, влево, вправо. И нажимать. Главное меню. CD, мультимедия. Можно отрегулировать яркость. Телетекст. Здесь встроенный TV-тюнер. Четкая графика. Дисплей не бликует. Радио. Станция. Телефон. Посредством Bluetooth-связи можно соединить телефон. Навигация. Сейчас необходим код от дилера, чтобы ее активировать. Офис. Можно получать e-mail сообщения, отправлять SMS-сообщения. Служба BMW. Аварийная служба интернет. Hotline. Статус служб. Информация об автомобиле. Краткое руководство. Анимированное. Во всем можно быстро разобраться. Благодаря вот этому руководству. И фотопоиск. Анимированное меню. Анимированное меню. Динамическое управление устойчивостью. Сигнал сближения при парковке. Индикатор повреждения шин. Динамическое управление устойчивостью. Давайте посмотрим. Система динамического контроля стабильности препятствует пробуксовке ведущих колес и распознает нестабильные режимы движения автомобиля. При прохождении поворота без ДСЦ и на высокой скорости автомобиль может уйти в занос. ДСЦ распознает это состояние и помогает выровнять автомобиль. Для этого система снижает мощность двигателя. Кроме того, для стабилизации автомобиля подтормаживаются отдельные колеса. Таким образом, динамический контроль стабильности помогает автомобилю удержать курсовую устойчивость в пределах физических границ. Система ПДЦ помогает водителю при припарковывании и маневрировании. Для этого система следит за приближением к объекту. При сближении подаются звуковые сигналы и на дисплей управления выводится схематическое изображение. По мере приближения автомобиля к объекту, характер сигналов и изображения меняются. Предельно понятные видеоролики. Руководство по эксплуатации. Все составляющие автомобиля начинают от автодоводчиков, заканчивая различными блокировками. Длинный список, как видите. Бортовой компьютер. Все необходимые информации. Расход, скорость. Компьютер поездки. Мгновенный расход. Сколько вы пробовали в пути. Состояние автомобиля. Техническая составляющая. Автоматическая диагностика. И основные настройки. Дисплей, время, дата, язык, звучание, аудиосистема. Скорость. Климат-контроль. Освещение. Дверные замки. Режим спорт. Профили. Приоритет сзади. Для задней мультимедийной развлекательной аудиосистемы. И обновление программного обеспечения. Интуитивно понятная система iDrive. Она не требует долгого привыкания. Зеркало заднего вида с автозатемнением. Макияжное зеркало с подсветкой. Для hands-free микрофона. Подсветка салона. Торпеда и панель обтянуты кожей. Черное тиснение. Вставки рояльный лак. Премиальная аудиосистема. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Для этого автомобиля предусмотрена широкая линейка дизайнерских возможностей по индивидуализации автомобиля от выбора уникального цвета кузова до подбора по-настоящему эксклюзивных материалов отделки салона. При нажатии этой кнопки можно автоматически регулировать сидение пассажира. Сидения могут быть оснащены функцией массажа. Подогрев и вентиляция сидений водительского и пассажирская с тремя ступенями, как вентиляция, так и подогрев. Притом можно включить как вентиляцию и подогрев, так и отдельно. Только подогрев или только вентиляцию. Аналоговые аудиовыходы для наушников, TVD, прикуриватели. Давайте возьмем ключи и переместимся на задний ряд сидений. Петельница. Каждой деталью в этом автомобиле уделено повышенное внимание. Мониторы мультимедийной системы. Бокс для вещей, обит тканью. Стаканики. Для задних пассажиров также предусмотрен контроллер iDrive. Левый дисплей, кнопка активации и правый. Регулировка звука. CD мультимедиа. CD мультимедиа. CD мультимедиа. Четкая графика. Аналогичный контроллер, что и спереди установлен. Можно его убрать. CD, радио, меню, телефон, навигация, опции, кнопка назад. Прокручиваете вперед-назад-влево-вправо и нажимаете кнопку ОК. Климат-контроль для задних пассажиров. Различные зоны и подогрев сидений с тремя ступенями. Деликолепное сочетание роскоши и элегантности. Подсветка. Дефлекторы вентиляционных отверстий. При моем росте в 188 см. Над ногами у меня еще достаточно места. И над головой тоже еще хватает. Комфортабельный задний ряд сидений. С мягкой кожей. Электропривод имеет крышку багажника. Огромное багажное отделение. Органайзер. Руководство по эксплуатации. Органайзер. И чтобы закрыть, нажимаете один раз. Органайзер. 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 Две позиции памяти и для пассажира. Элегантные ручки. Такие же электрорегулировки имеют и пассажирское сидение. Бардачок с подсветкой. Он обит тканья. Сетка для вещей. Представительский седан от BMW. Главные конкуренты этого автомобиля это Audi A8 и Mercedes-Benz S-класс 221. Драйверский потенциал этого автомобиля возведен в эталон. Доводчики. Драйверский потенциал. Драйверский потенциал. Этот автомобиль можно дооснастить различного рода приятными опциями такими как система ночного видения и система слежения за разметкой активный круиз-контроль система мониторинга слепых зон на этом обзор BMW 730 2012 года выпуска завершен еще раз напомню стоимость данного автомобиля составляет 3 миллиона 900 тысяч рублей я надеюсь вам понравилось подписывайтесь на мой канал всем удачи, берегите себя всем хорошего настроения и до встречи в следующий раз спасибо